Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Китайские автомобили с нами всерьез и надолго, поэтому будем обсуждать их. Сегодня мы взглянем на «Джили Кул Рэй». Этот малыш успел за некоторое время сколотить себе определенную репутацию. Хотите узнать какую? Обязательно смотрите этот обзор до конца. Итак, встречаем «Джили Кул Рэй». Продажи «Джили Кул Рэй» в Белоруссии и России начались в феврале 2020 года, то есть самому старому экземпляру чуть менее четырех лет. За это время был накоплен опыт владельцев, которые проголосовали своими деньгами за китайский автомобиль. Несмотря на все прогнозы диванных экспертов, «Кул Рэй» не разваливается даже после 100 тысяч километров, хотя его эксплуатация едва ли является безоблачной. Самые придирчивые владельцы за три года владения этими машинами обращались к дилерам по 10-15 раз для устранения дефектов и поломок. Тут есть важный момент. «Кул Рэй» пережил едва заметное улучшение 5 мая 2021 года. Изменения коснулись двигателя. В нем много мелочей изменили и убрали двухступенчатый алгоритм работы масляного насоса. И, кстати, после 5 мая 2021 года «Кул Рэй» получили новый селектор управления трансмиссией. Т-образный, как у «Тугеллы». Дадим вам совет. Если покупаете «Кул Рэй» на вторичном рынке, то обязательно обратите внимание на сервисные документы. Чем больше там ремонтов и улучшений по гарантии, тем лучше. Основные улучшения пришлись на машины 2020 года и весны 2021 года. И прямо сейчас вот этот вот экземпляр продается. Кого интересует «Джили Кул Рэй», обязательно зайдите и найдите ссылку в описании к этому ролику. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие проблемы случаются с этими машинами, с чем сталкиваются владельцы, и что с этим делать. Итак, поехали! Осмотр кузова начинайте с багажника. Заднюю дверь перекрашивали из-за точечных вспучиваний краски. Плюс так называемая сабля горизонтальный молотник между фонарями протирает краску до металла, появляется рыжий налет под ее уголками. Плюс возможно вспучивание хрома на самой сабле, облизание хрома с наклеенных на крышку багажника букв. Также мутнеет хром на патрубках выхлопной системы. После мая 2021 года вот эту вот саблю заменили, а она больше не протирает краску и не вспучивается. Единственное, что может кривовато прилегать к крышке багажника. Газовые упоры багажника иногда сдаются уже на вторую зиму, то есть перестают держать открытую дверь. Их реально поменять по гарантии. Оригинал стоит по $25, но можно подобрать подходящие по длине и усилию. Кузовной металл, а именно вся окрашенная сторона Coolrace слабовата. Если вы увидите, например, вмятинки на капоте без повреждения лакокрасочного покрытия, не удивляйтесь, это едва ли норма. Например, на капот упал каштан, либо другой неострый предмет. Ну, скажем так, не тот предмет, который прилетит из-под колеса другого автомобиля. Он обязательно оставит вмятину. Точно также вмятины могут появиться на дверях и на крыльях. Но эти вмятины без повреждения лакокрасочного покрытия без труда устраняются в мастерских по без покрасочному удалению вмятин. Что касается коррозии. Участки с реально поврежденным лакокрасочным покрытием ржавеют, то есть ржавеют реальные сколы. А больше всего сколов, естественно, можно обнаружить на капоте. Если машина эксплуатировалась по трассе, либо часто ездила по кольцевой автодороге. Края кузовного металла, которые лишь покрыты грунтом и неокрашены, уже на первый год покрывались рыжим налетом. Грубо говоря, все панели на днище, под ковролином, а также даже под декоративным пластиком, который находится под капотом, могут иметь следы коррозии. Более очевидная коррозия появляется на изнаночной стороне капота на краях отверстия, особенно в самой его передней части, которая покрывается грязью, летящей с дороги. Эти участки могут неторопливо рыжать десятилетиями, но больше всего влага и реагенты доставляют проблем днищу и скрытым полостям. В общем, антикоррозийная обработка этому автомобилю не помешает. Ну и последнее добавим, что бывают случаи протирания краски защитными накладками колесных арок. То есть через год-два здесь тоже может проступить рыжий цвет. Кстати, по гарантии меняли трапецию передних стеклоочистителей. У самых ранних машин щетки во время взмаха прыгали по стеклу. Правый дворник со своим кончиком парковался на жабо, то есть на пластике под лобовым стеклом. Говорят, что в трапеции быстро изнашивались шарниры. Замедление дворников стоит ожидать к пробегу 80 тысяч километров. То ли опять шарниры, то ли опять коррозия мешает им работать. Лобовое стекло «Джили Кулры» оснащено нитями обогрева в зоне парковки дворников. Так вот, правая щетка, а вот именно ее правая сторона, практически не обогревается, потому что она находится выше нитей обогрева. Обязательно отметим, что бессовестно ржавеет щетка заднего стеклоочистителя. Можно купить хороший неоригинал. Благо, вариантов с длиной 33 см и подходящим креплением – масса. Кстати, вспоминая особенности зимней эксплуатации, скажем, что щель между крышей и дверью багажника великовато. Сюда набивается снег, замерзает вода и при открытии крышки багажника появляются царапины на самой крыше, а также на краю двери багажника. Ну а сейчас мы подробно вам расскажем про салон «Джили Кулры», который очень хорошо переносит эксплуатацию. Добро пожаловать! Хотя на автомобилях с большим пробегом могут появиться следы износа на оплетке руля. Кстати, ключ-брелок довольно быстро покрывается царапинками, облазит краска с корпуса. Со временем появляются трещины на дермантине на боковине водительского сидения. Головное мультимедийное устройство на Android штатно очень урезано. Есть классная кастомная, то есть самодельная прошивка. Платная, но с очень широким функционалом и постоянно обновляется. По гарантии на некоторых «Джили Кулрей» меняли опциональную цифровую панель приборов, если она гасла. Также меняли камеру заднего вида. Она сначала передавала картинку с артефактами, потом только черный экран. То же самое случалось и с передней и боковыми камерами, которые в зеркалах камерами. Видео с них добавляется к круговому обзору. Но что больше всего беспокоило и беспокоит владельцев Кулреев, так это работа климат-контроля. В отличие от Тугелы эта проблема решена. Зимой климат-контроль сначала сильно жарит, потом становится холодно. Летом, наоборот, сначала дует очень холодным, потом становится жарко, независимо от выставленной температуры. Недавно, этой осенью, появилась новая прошивка климат-контроля за номером 9117. С ней климат-контроль работает вполне адекватно. Как заметили поклонники «Джили Кулрей», что отрегулированной системой вентиляции воздух не попадает на датчик температуры в салоне. Можно снять пластик под рулевой колонкой, проложить трубку, и тогда воздух будет попадать на датчик. И климат-контроль в этом случае будет работать абсолютно адекватно. Есть еще глюк с самопроизвольным включением подогрева задних сидений. Такая ситуация встречается до сих пор. В этом случае дилеры меняли блок управления подогревом задних сидений. Есть еще проблема с отключением одного из задних стеклоподъемников. Перестают реагировать на кнопки. Эта проблема решается выдергиванием предохранителя стеклоподъемников. А также можно скинуть клемму с ЭКБ на 10 минут. У «Джили Кулрей» первого года выпуска иногда меняли панорамную крышу по гарантии. Дело в том, что в передней части есть люк, который приподнимается и отъезжает назад. Так вот, довольно рано он начинал двигаться с вибрациями и даже заклинивал. Никакая смазка не помогала. И вдобавок панорамная крыша начинала грохотать во время езды. Владельцы этих кроссоверов, проявляя настойчивость в общении с дилерами, добивались замены панорамной крыши по гарантии. На машине второй половины 2021 года такой проблемы не было. Ну а теперь давайте перенесемся под капот. Там кроме двигателя еще есть о чем рассказать. Над горловиной для заливки масла. И над бочком для тормозной жидкости есть две съемные вставки для того, чтобы можно было удобно вставить лейку и залить соответствующую жидкость. Однако замечено, что по стыкам этих вставок стекает вода, так как сами вставки являются частью водоотводящего желоба. Соответственно, на декоративную крышку двигателя и на термошубу аккумулятора попадает вода. Термошуба намокает. Неприятно. Кстати, на минусовой клемме аккумулятора есть датчик системы IBS, которая контролирует интенсивность зарядки аккумулятора. И, кстати, у Coolray с этой системой нет никаких проблем. Еще некоторые владельцы клеят уплотнительную резинку по всему периметру капота либо только по переднему краю, чтобы сохранить чистоту под капотом. Иногда по гарантии меняли замок капота, так как в нем начинал барахлить концевик. Появлялась индикация незакрытого капота. Также срабатывала сигнализация, когда центральный замок закрыт. В общем, новый замок стоит 50 долларов. При пробегах от 20 до 80 тысяч километров у радиатора охлаждения двигателя пропадала первая скорость. А причина – корродировавший и лопнувший терморезистор резистор первой скорости. Он находится на рамке двигателя и на него попадает влага и грязь. Дилеры без проблем меняли вентилятор по гарантии. Новый такой вентилятор стоит 100 долларов. А вообще лучше позаботиться о том, чтобы как-то заизолировать этот терморезистор. Ну а теперь поговорим о двигателе. Jilly Coolray предлагался только с одним двигателем – полуторалитровым турбомотором. У него две прошивки на 150 л.с. для России, на 177 л.с. для Беларуси, Казахстана и Китая. Блок цилиндров из алюминиевого сплава с открытой рубашкой охлаждения. Естественно, с парой балансирных валов, которые приводятся от коленвала косозубой передачей. Привод ГРМ с зубчатым ремнем. Менять его надо каждые 100 тысяч километров. На распредвалах есть фазорегуляторы, в приводе клапанов есть гидрокомпенсатор, в отличие от турбо-четверки для тугела. Впрыск топлива непосредственный. Масляный насос до мая 2021 года имел переключение между двумя ступенями. Потом эту функцию убрали. Убрали соленоид, переключение и провод к нему, который уходит в поддон через отверстия. Прошивки у таких двигателей, соответственно, отличаются. Ну что, диванные эксперты предрекали этому мотору недолгую жизнь. И они могут порадоваться, потому что в 2021 году несколько десятков таких полторашек отличились тем, что у них лопнул один из шатунов. Некоторые дилеры «Джили» отворачивались от своих клиентов, особенно когда находили в ВБУ неоригинальную прошивку, то есть чип-тюнинг. Но в конечном итоге был признан брак шатунов и моторы в сборе меняли по гарантии. На этом претензии к этому двигателю заканчиваются. Замечено, что в регионах с температурами минус 25 и ниже двигатель громко работает до прогрева и иногда может заглохнуть. Также замечено, что в регионах с плохим топливом были разрушения катализатора в гарантийный период. Ну а в целом это абсолютно нормальный двигатель. Да, едва ли сегодня есть экземпляры, которые прошли более 200 тысяч километров, но причин для капиталки пока нет. Чтобы этот двигатель нормально служил, ему надо масло вязкостью 0w20 и бензино-октановым числом не ниже 95. И, кстати, чип-тюнинг может выжать из этого мотора 220 лошадиных сил и мотор нормально служит. Этой осенью Geely Coolray обновился более основательно и получил новый полуторалитровый двигатель, но уже с четырьмя цилиндрами. И, кстати, такой Coolray будет производиться в Беларуси и называется «Bell GX50». Все Geely Coolray оснащены без альтернативной трансмиссией. Это семиступенчатый преселектив, то есть с двойным сцеплением. Производителем числится компания Ningbo. Но на самом деле эту трансмиссию разработала компания Getract. Она имеет индекс 7DCT300. Ее используют на переднеприводных Mercedes. Сцепление у нее непростое, а многодисковое и погружено в масло. В общем, с надежностью у этой трансмиссии никаких проблем нет. Масло по регламенту в этой трансмиссии надо менять каждые 90 тысяч километров либо же раз в четыре года. Оригинального масла нет, но подойдет любое подходящее масло для преселективных трансмиссий с мокрым сцеплением. Между трансмиссией и двигателем есть двухмассовый маховик. Пока нареканий на срок его службы нет, новый маховик стоит 600 долларов. Кстати, напоминаем, что именно эта машинка на данный момент продается. Ссылочку мы разместили в описании к этому ролику. Также напоминаем, что помимо отличных БУ запчастей, в «АвтоСтронг» есть абсолютно новые. Так что звоните нам, пишите, заходите на наши сайты и покупайте отличные запчасти. Также у нас есть подразделение «МотоСтронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы, продаем байки с минимальными пробегами, с полным пакетом документов. Нужен байк в «МотоСтронг»? Ссылочки тоже закрепили в описании. Ну что, мы на 100 и продолжаем. По гарантии в Geely Coolray меняли немало деталей подвески. Амортизаторы, передние, выхаживали примерно 50 тысяч километров, либо же меньше при условии сильных морозов. Они задубивали и даже проседали. Их меняли по гарантии. Оригинальный амортизатор передний стоит 60 долларов. При пробегах в 60-80 тысяч километров сдавались ступичные подшипники. Дилеры меняли не просто ступичные подшипники, которые просто перепрессовываются, а меняли весь поворотный кулак с грязозащитным щитком тормозных дисков. Такая деталь в сборе стоит 220 долларов. А вообще, сюда идеально подходят ступичные подшипники от Hyundai Elantra и Kia Seed. Стоят они 15-40 долларов. А задние оригинальные ступичные подшипники стоят по 40 долларов. Тормозные диски на многих машинах деформировались и начинали вибрировать. Вдобавок, еще сильно корродировали. Оригинальные диски на Coolray стоят 80 долларов. Есть заменители от 30 до 70. Озабоченные качеством этих дисков владельцы нашли, что на Coolray подходят тормозные диски от многих Toyota, таких как Auris, Corolla и другие. Стойки стабилизатора меняли при пробеге в 50 тысяч километров. Оригинальные стойки стоят по 8 долларов. Сюда подходят стойки от Mazda 3 и Mazda 6 третьих поколений. Все остальное по ходовке не беспокоит. Передние тормозные колодки стоят 15 долларов. Задние тормозные колодки стоят 8 долларов. Рычаг в сборе оригинальный стоит 30 долларов. Сайлентблоки выхаживают по 100 тысяч километров. В основе задней подвески торсионная балка. Она вообще никаких нареканий не вызывает. И сайлентблоки для нее никто не предлагает. Ну что скажете, если бы не гарантия, Coolray стал бы разочарованием. Однако знайте, что многие владельцы довольны этой машиной и пересаживаются на другие «Джили», а также на другие китайские авто. Конечно, есть, которые недовольны и возвращаются обратно к европейцам, либо японцам. Важно, что «Джили» Coolray не разваливается, не простаивает неделями на СТО. А перечисленные в этом обзоре гарантийные замены касаются не всех экземпляров. Посмотрим, сохранится ли такая тенденция через 3-5 лет. А пока «Джили» Coolray остается с нами, будет производиться в Беларуси под названием «Белджи» X50. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров. К ресурсу вашего автомобиля с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».